Никогда не злишься, конечно. Кстати, я должна тебе дать контакт, Масилочка. Сегодня я между тобой и мной поставила телефон. Никогда не думала, что я это скажу. Перимок реализации человека. Я постоянно думаю, а что если? Отношения с нарциссом – это огромный удар по самооценке. После этих отношений люди собираются годами. Состояние отвратительного самочувствия. Нежелание жить. Самооценка в Европе. Когда уже с меня было взять нечего, и меня утеревизировали, так сказать. Когда мне сегодня пришел такой вопрос внутренний, ну, а вдруг я могла бы что-то изменить, исправить, что-то показать своим поведением то, чего, может быть, не было никогда в жизни этого человека, и показать ему безусловную любовь, как это на самом деле красиво, может быть. В самом начале наших разговоров была такая сказанная фраза, что настоящая любовь – это так прекрасно, это любоваться ее мимическими морщинками, это хотеть с ней поехать куда-нибудь на кроссвет, чтобы показать ей свою реальность. Ну, и я, как нормальный человек, думаю, мне зачем-то этот человек говорит, значит, это, наверное, относится ко мне. Наверное, это мы поедем на кроссвет, это, наверное, это он сейчас любит самолиническим морщинками. Нет. Это все не имело никакого отношения ко мне настоящей. И это была манипуляция. Через 10 месяцев я сижу на пляже в поле нем. Я не скажу, что я абсолютно счастлива, я не буду вам лукавить, что у меня все зашибись, у меня все хорошо. То, что лицо улыбающееся, так оно всегда улыбающееся. Потому что я в этом не вижу ничего плохого. Я когда начинаю с понимать, что я тебе помогла что-то исправить, может быть, я как-то могла себя повести по-другому, может быть, я действительно долбоебка, может быть, я действительно хреновая. Какая, как он говорит. К зависимости от людей всегда нужна оценка. Как бы. У меня нету определенного эго. Допустим, в системе координат human design, во мне нету определенного эго. И из-за этого мне удивительно смотреть на людей, которые накомандуют. нахождение одной нет ничего страшного. В зависимости от кого-то есть определенная опасность. что мы станем полностью отражением того человека, который рядом. А хотим ли мы проживать свою жизнь? Или мы хотим проживать свою жизнь? Может быть, мы хотим. побывать на луне, а у человека нет таких планов. Для человека, у других планов человек может быть, хотел квартиру хит. Это же нормально. У нас у всех разные планы на жизнь, и в этом и есть единственное. Я посмотрела на эту жизнь и спросила, советую маму. Я говорю, мам, ну вот у тебя наверняка ведь были какие-то наркотические друзья в твоей жизни. Мама долго жила, мама много знает. И, ну, да, были. Папа. Папа, он рассказывал мне это. Может быть, мне лет 10 было, или 11 о том, что есть какая-то женщина. Был пьяный, он не помнит. Наверное, он не помнил с утра, что он говорил это. Но я запомнила он и всегда. Я не могла мне так простить это. Напомню, что для меня это было шоком. Папа, он был нарцисс. Я думаю, брат, с этим согласится, что батя у нас был ОГОГО. Вот эта вот проблема нарциссизма, она начала вообще изучаться в ближайшие, может быть, лет 5. Я очень от многих преподавателей слышала такую фразу, что у нас нарциссическое общество, и я действительно слушаю и больше и больше посвящаясь в эту проблему. Я понимаю, что это действительно так. У каждого из нас есть эти нарциссические повадки. Но папа в тот момент, когда он ушел от основного ресурса, уходил он достаточно жестко, сломав мою жизнь, сломав маму ее в плане существования. И его не стало через полгода. Он умер от онкологии через полгода, 26 декабря. То есть, лишаясь основного ресурса, нарцисси погибают. Потому что нету, корма нет. Нету еды. Понимаете? То есть, наши эмоции, это та же самая еда, которая употребляет нас. То есть, это наш психический ресурс, который мы вырабатываем. Я все задаюсь вопросом, то есть, что мы не можем простить нарциссам? То есть, мы намеренно причинял боль. Понимаете? Когда ты это понимаешь, то тебе становится легче. Собака лежит на куше сетки. У лодки. Сейчас попробую ее снять. Это жара. Очень прикольно. Откровенно. Ну, если смешно будет. Такой вот закат прием. Крикинский вечер. Музыка. 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 Музыка.